Российским студентам, которые учатся за рубежом, предлагают вернуться на родину из-за русофобских настроений. Россотрудничество и МГИМО запустили проект под названием «Highly likely welcome back» или «Пора домой». Фразу «highly likely», то есть весьма вероятно, использовала британский премьер Тереза Мэй, говоря о причастности Москвы к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь. Создатели новой программы для студентов уверены, что многие из них хотели бы перевестись на учебу в России. В частности, из стран, проявляющих недружественные отношения. Таким желающим предлагают продолжить обучение в МГИМО, а документы рассмотрят в ускоренном режиме. Декан факультета управления политики Генри Сардарян утверждает, что ВУЗ может принять несколько сотен студентов. Еще один вариант помощи, который предлагают авторы проекта, это трудоустройство, например, в компании на Дальнем Востоке. Коммерсант при этом поговорил с несколькими студентами Великобритании. Они рассказали, что никакого давления не испытывают. Рассчитываем сейчас обсудить эту тему с ее авторами, этой идеей, а также с студентами, которые обучаются за рубежом, российскими студентами. Связываемся с деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряном, а также на связи с нашей студией магистрант школы международных отношений Флетчера. Это в США Анастасия Каримова. Настя, приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Да, добрый день. Или вечер. Да, у нас вечер, у вас очевидный день. Александр Терлеев, директор образовательного агентства в Оксфорде. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, Мэй, добрый вечер вам обоим. Надеюсь, сейчас к нашему разговору присоединиться и Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО. Пока мы набираем его телефон. Мой первый вопрос к Анастасии Каримовой. Вы обучались в университете в Москве. Сейчас у вас, я так понимаю, получаете второе образование там в Соединенных Штатах. Авторы этой инициативы говорят о неком недружественном отношении к российским студентам, которые обучаются за рубежом. Испытываете ли вы что-нибудь на себе за последние недели, месяцы, что отношения между Россией и США оставляет желать лучшего с каждым днем все больше и больше? Я учусь в школе, где декан бывшей главнокомандующей НАТО и адмирал МС США. У нас тут очень много военных учатся вместе со мной, моих одноклассников. Ну, хотелось пошутить, что, конечно, они надо мной издеваются и заставляют по дулам автомата петь гимн США каждое утро. Но, на самом деле, мне кажется, мы в России очень сильно преувеличиваем вот эту российскую угрозу, которую якобы все боятся. И люди совершенно дружелюбно настроены, никто даже не шутит про русских шпионов. Ну, то есть, вообще, ничего, никакой реакции. Никакой реакции. Аналогичный вопрос к вам, Александр Терлеев, директор образовательного агентства в Оксфорде. Вы, собственно, по своей работе общаетесь много с российскими студентами, которые приезжают учиться в Великобританию. Что вам рассказывают они? Какие настроения на себе они испытывают в связи с этим обострением между Россией и Западом? Возможно, действительно, пора уезжать и возвращаться в Россию? Я, наверное, присоединился к предыдущему автору именно в том, что это, наверное, настроение существует только в России. Я очень много общаюсь с образовательными учреждениями, в частности, со школами. И в субботу на конференции мы обсудили с примерно 25 школами то, что в России есть только интерес. Все страны, в том числе Великобритания, хотят видеть русских студентов. Я вам могу кратко зачитать письмо от одной из школ, которое я получил вчера по моей позиции. Одну из кончиков, Александр. И родителям. Да, да, да. Звучит на следующем образом. Александр, Александр, слышите ли вы студию? Несмотря на ужасное отношение к политическому конфликту со стороны России, в конфликции обвлечены и Америка, и Великобритания, мы хотели бы, чтобы наши родители и агенты, которые работают со школами, отнеслись с пониманием к ситуации. Британия и международные школы хотят видеть российских студентов. Россия всегда была крупным и важным рынком для западных школ. И в случае, если кто-либо на территории школы когда-либо в сторону русского студента скажет что-то негативное, эти люди получат, скажем так, долгное количество неуважения. Русским студентам необходимо относиться уважительно вне зависимости от текущего политического климата. И несмотря на проблемы с британским советом в Москве, школы не видят проблем с получением виз. Визы до сих пор получаются в том же порядке, что и до этого. Что и прежде. Я вас понял, Александр. Я просто хочу подключить к нашему разговору Генри Сардаряна, декана факультета управления и политики МГИМО. Наконец-то нам удалось наладить связь. Генри, слышите ли вы студию RTVI? Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я приветствую вас. Ну вот сейчас два моих собеседника из США, из Великобритании. Говорят, что никакого дискомфорта, скажем так, в связи с теми непростыми отношениями, которые сейчас есть между Россией и Западом, они не ощущают на себе там. И студенты ничего подобного на себе не испытывают. Скажите, о какой угрозе, которая может стать поводом для того, чтобы российским студентам возвращаться, вы говорите? Мы исходим из того, что наши студенты, которые едут на учебу в Великобритании, это талантливые, хорошие ребята, которые предполагают возможность продолжения своей карьеры, работы на территории Великобритании и США. И учитывая, что для нас ключевым интересом являются национальные интересы нашей страны, мы предполагаем, что если создать возможности и условия для того, чтобы эти ребята могли состояться, сделать карьеру и быть успешными у себя на родине, это будет очень важно как для России, потому что эти ребята, судя по всему, владеют хорошо иностранным языком, они амбициозные, они хотят достигнуть определенного успеха. Мы хотим для них создать возможности и условия, чтобы после обучения, скажем, в Великобритании, они могли отучиться у нас в магистратуре и после этого приносить благо своей стране. В всех сообщениях, которые сегодня были в средствах массовой информации, эта ваша инициатива подавалась как раз под следующим смыслом, что вы призываете студентов возвращаться сейчас из-за русофобских настроений там, и неких антироссийских выпадов, жертвами которых они могут стать. Разные средства массовой информации просто по-разному представляют нашу инициативу. Мы в том числе говорили о том, что понятно, если сейчас в отношении России предпринимаются и которые, я думаю, ни один из ваших собеседников отрицать не будет, для будущего трудоустройства наших студентов. По сути, эти люди учатся на политологии, государственном управлении, международных отношениях. Для их трудоустройства там могут возникнуть вопросы, с одной стороны. С другой стороны, когда обстановка подобная, это тоже является такой возможностью для студентов взвесить для себя, а вот не следует ли подумать о том, чтобы у себя на родине попробовать реализоваться и весь свой талант направить на развитие собственного отечества, собственной страны. И мы для этого стараемся создать условия. Мы же не можем взять и насильно там кого-то вернуть или запретить. Во-первых, у нас ни у кого таких полномочий нет, а во-вторых, и желания подобного нет. Речь идет о том, чтобы создать для них максимально комфортные условия, для того, чтобы они могли воспользоваться нашими предложениями и направить весь свой талант в развитие собственной страны. Я вас понял. Спасибо. Декан факультета управления и политики МГИМО Генрия Сардарян. Я вас, хоть плохо слышу. Я благодарю вас как раз из-за того, что связь, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я благодарю вас. И мне хотелось бы продолжить разговор с двумя другими моими собеседниками. Это Александр Терлеев, директор образовательного агентства в Оксфорде. И Анастасия Каримова, которая является магистрантом школы международных отношений Флетчера. Вопрос к вам. Понятно, что есть всегда разговор о наилучших пожеланиях и о том, что необходимо даже в самых сложных и непростых ситуациях сохранять какие-то нормальные отношения. Но одновременно с этим понятно, что студенческая среда – это среда далеко не самая простая, что ли, и далеко не самая добрая. Не такая, конечно, как школьная, которая порой бывает жестокой, но, тем не менее, тоже не самая простая. Неужели на фоне всего того, что происходит, и, если говорить про Соединенные Штаты, средства массовой информации там также немалую лепту вносят в то, чтобы представления о происходящем в России были не слишком близки к реальности, и в Великобритании, где происходит то, что происходит, я имею в виду, например, отравление господина Скрипаля, неужели нет никаких проявлений, последствий, что ли, вот этих непростых отношений? Анастасия? Ну, наверное, в это сложно поверить, но, на самом деле, академическая среда, конкретно вот здесь, вот где я нахожусь, в Бостоне, в моей школе, она, на мой взгляд, даже слишком мягкая. Мы это называем такой академический мыльный пузырь, которым всем очень комфортно, безопасно и дружелюбно. Может быть, за пределами этого академического пузыря люди по-другому настроены. Я никогда не была в таких более республиканских штатах США, но пока никаких проблем не было, и я думаю, опять же, все переоценивают вот эту российскую повестку, потому что, ну, например, я в своей школе изучаю международное развитие, и мой фокус – это страны Африки, и, соответственно, ну, с чего бы моим одноклассникам, с которыми мы занимаемся, там, оценкой программ международного развития в Африке, обвинять меня в том, что я российская шпионка, или в том, что я угрожаю чем-то США. То есть тут люди вообще про другое. Александр, Александр, что добавится? Я добавил бы, что, когда вы говорите о жестокой среде в студенческом мире или школьном мире, вы немножко не понимаете, для чего люди едут учиться на Запад, в частности, в Великобритании. В первую очередь из-за потрясающей атмосферы в обществе, где можно быть уверенным, что тебя примут, можно быть уверенным в том, что ты не будешь бояться высказывать свое мнение. В этом плане, когда мы говорим о политическом конфликте с студентами в Великобритании или со школьниками, важно понять, что в среде Великобритании это просто невозможно. Никто не будет ради минутной слабости или ради минутного конфликта между странами пытаться портить многолетние отношения. И это то, что мне хотелось бы, чтобы российские власти и образовательные структуры тоже понимали. В Великобритании там многие сотни лет принимает порядка ста лет русских студентов, и это отношение никогда не изменится. Мне кажется, это больше попытка втянуть в какой-то конфликт, чем реальность. Спасибо большое. Благодарю моих собеседников. Анастасия Каримова, магистрант Школы международных отношений Флетчера, и Александр Терлеев, директор образовательного агентства в Оксфорде. Мы говорили о том, как живется российским студентам на Западе в эту эпоху непростых отношений между западными странами и Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова